И еще об одном юбилее. Его в кругу родных, друзей, коллег и единомышленников отметила именитая чувашская художница Евгения Вдовичева. В Чувашском художественном музее открылась выставка «Отражение души». Она в очередной раз подтвердила уникальность и неповторимость таланта, который не только не уходит с годами, но и проявляется по-новому. Скромная, бесхитростная, миролюбивая. Такой художница вошла в мир живописи и такой же осталась спустя полвека. От ее восхищенного родными просторами взгляда не смогла ускользнуть ни одна деталь. Вот знакомая с детства церквушка, крыши заснеженных домов, осенний сбор урожая. А вот ромашки, притаившиеся в колосьях пшеницы, самая любимая картина автора. Я не думаю, что придут столько много людей, которые интересуются моей живописи. Как это моменты какие-то бывают, что думаешь, никому это не нужно. А на самом деле, оказывается, кому-то и нужно. Вот пришли люди и захвалили меня совсем излишне. Спасибо вам большое за все. Неизменная тема художницы – пейзажи родной Чувашии. Еще во время учебы в Чебоксарском художественном училище в 60-е годы ее первые работы про Таллины и Березовую рощу приобрела Чувашская государственная галерея. А Евгения Аркадьевна, она еще на первом, на втором курсах уже выделялась как даровитый живописец. Вот ее учебные работы, натюрморты и так далее всегда вызывали интерес, всегда получали очень высокие оценки. Мы где-то ей немножко даже завидовали. И последняя ее работа говорит о том, что ее рука еще крепкая, цветовидение прекрасное, она чувствует очень хорошо колорит и, дай бог, много лет ей еще жизни. Простые и правдивые пейзажи, натюрморты, портреты близких людей. В экспозицию вошли более 50 произведений, написанные в разные годы. Евгения Вдовичева много ездила по районам республики. Сначала одна, потом в составе бригады «Сельские зори». В каждой картине Евгения Аркадьевны видна она сама. То радостная, то умиротворенная, то погруженная в печаль. Насчет выставки у меня, конечно, отношение особенное. Вот я всегда считала, что это лучший художник. Ну, чуваший, не чуваший, это не имеет значения никакого. Но она очень четкий, конкретный, творческий человек. Причем никакой не амбициозный. Вот она любит это все, но без души она бы не могла себя выразить так, как она умела это выразить в своем творчестве. Даже одного взгляда достаточно, чтобы увидеть в каждой картине мастера то, о чем так много говорят и кропотливо ищут – отражение души. Немногим удается поймать эту тонкую связь и выразить ее на холсте. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Олег Якимов, Республика.